Всем привет, дорогие друзья! С вами студия Куриумистики, Куракпа. Я Лиза и Ваня за кадром. Ну что, давайте продолжим отчеты от наших буднях, трудовых буднях. И посмотрим, что у нас произошло за последние несколько дней, которые мы не выпускали видео. Одним из таких значимых событий было у нас то, что кветка Манка скинула наконец-то личинку. Мы говорили уже в последние несколько видео о том, что все ждем, мы ждем и никак этого не дождемся. И вот однажды вечером задержались на работе, и она таки сбросила свою личиночку. У личинки получилось очень много. Мы ее сразу же всю выловили, пересадили в соленую воду. И теперь будем ждать, как будет развиваться наша личиночка. А Манка я-то сразу же сбросила шкурку, полиняла. Ну, говорят, они так и делают всегда. Сразу после того, как сбросят личинку, сбрасывают шкурку. У нас тут осталась еще одна икренная самочка. Вот теперь ждем, когда она разродится. Вот такой вот небольшой у нас аквариум на 3 литра буквально. И в нем сейчас живет личинка креветки Аманки. Кушает тетраселмис и подрастает. Также здесь у нас вот такая вот конструкция, колбочка лабораторная. Ваня тут надыбал для инфузории. Очень удобная конфигурация бутылочки именно для выведения инфузории. Получается у нас здесь сама жидкость с инфузорией. Потом ставится такая вот губочка. И длинное горлышко должно быть, куда наливается чистая вода. И инфузория вся поднимается из вот этой мутной непонятной воды в чистенькую водичку. Потом собирается и кормится малечек, только что рожденный малечек и кромечущих рыбок. Раньше мы использовали бутылку, ну просто бутылку там из-под вина или из какой-нибудь настойки. Вот ну с таким же длинным, ну и с настолько длинным голоском покороче. Ну в общем, сам принцип. То, что нужна бутылка с длинным узким горлышком. А инфузория у нас предназначается для вот этих вот малявочек. Здесь у нас поплыла личинка Данио Леопардового Вуалевого. И вот их и будем подкармливать, раскармливать и выращивать. Здесь в соседнем аквариуме тоже ниже. Но тут еще не поплыла пока личиночка. А вот тут такие малявочки. Здесь вот родители, среди губей эпицилий, плавают еще вуалевые данюшки как раз таким. Здесь неончики у нас, так они в итоге и не отнерестились. Поэтому решили их рассадить. Самцов отдельно, самочек отдельно. И пораскармливать. А в конце этой недели снова попробуем поставить их на нерест. А здесь отнерестились золотистые корики. В прошлый раз, когда они отнерестились, мы с вами снимали икру. Что-то ничего у нас не получилось опять. Но вот этот нерест был право лучше. Здесь достаточно большое количество икры. И мы просто достали производителей из аквариума. А икру оставили инкубироваться прямо тут на месте. Надеюсь, что все будет благополучно. Метченоска у нас тут сидит. Отсаженная Санта-Клаус. Очень прикольный Санта-Клаус. У них прям видно, когда беременные самочки. Икра прям просвечивается. Также посадили на нерест коридораса в Штерм. Здесь свет и миг, темновато. Ну вот они там сидят. Кушают ауглафорус. Ауглафорус этот. Червячка Изю. Раскушиваются. И очень надеемся, что что-то из этого да получится. Будем сегодня запускать еще контейнеры с Саула-Форусом. Для того, чтобы культуру размножить и увеличить. Черные мольки уже в принципе хорошего, крупненького размера. надо их, наверное, уже из этого воросникового аквариума доставать, разбирать. Надо будет оставить себе на производ штучек 10. А остальных пустим уже на продажу. Тут черная меченоска тоже сидит в контейнере, в нерестовике, так сказать, ждем, когда разродится. Ну и наконец-то наши торговые аквариумы. И наконец-то наши торговые аквариумы, травные пополнились. А то за последнее время они опустили. И растений практически не было в наличии. Но сейчас вот худо-бедно возобновили ассортиментик. И растюшка есть. Сегодня с вами тоже соберем несколько заказиков для отправок. И параллельно покажу, расскажу, кто что заказывает. Какие позиции пришли. Ну, в принципе, я тоже рассказывала. Видео об этом можно посмотреть на канале. Ссылочку оставлю в описании. Но расскажу еще раз. Потому что, рассказывав про растения, мне кажется, много не бывает. Ваня тут тем временем запускает контейнеры под аулафорус. В принципе, все то же самое, что мы делали с Изи. Единственное, что если под Изю рекомендуется все-таки контейнеры повыше, потому что он раскидывает яйца, расползается прям по стенкам, то аулафорусу достаточно и низеньких контейнеров. Ваня тут ковыряет дырочки для того, чтобы червячок не задохнулся. Хотя бы какое-то внимание количество молдов вступать обязательно должны. При этом дырочки должны быть прям совсем маленькие, чтобы туда не могла пролезть мошка. Это гладская мошка, которая бьет культуру. Когда записывала видео про растения новые, которые появились у нас в ассортименте, не показала спатифилум. Заказали спатифилум. Он такой вот интересный, не как у нас в обычных магазинах продается, какой-то другой вид, потому что спатифилумов тоже большое количество разновидностей. Заказали его как для использования в фитофильтре или просто даже можно примастить как-то к аквариуму. Очень симпатично смотрится. Многие пользуются данным методом декорации, скажем так, аквариума и выращивания аквариумных растений. хорошо будет подъедать излишки органики из аквариума. Ну, в общем, покажем, как мы это сделаем, как будем его использовать. Собираем заказики для отправок. Альтернатеры мини у нас идут в первом заказе. Сейчас из теплички нарежем порцию. Участились сейчас все запросы на выбикусы. надо будет нам с вами еще наделать выбикусы. Я тут что-то делала для одного заказа. И поленилась в общем, сделала только для этого заказа. А люди все приходят и просят. Монте-Карло порция. Погастамон эректус. Гидрокатила трипортита. Ее тоже возьмем из теплички. Такая вот она красивенькая. И небольшую порцию лимонофилы ароматики. Кладу бонусом, потому что человек очень хотел ароматику. Она у нас пока что растет не в продажном размере. Но обещала положить бонусом хотя бы несколько веточек на разрост. Вообще, на самом деле, если вы не нашли того, что искали в нашем прайсе, не стесняйтесь, спрашивайте. Потому что, возможно, есть в закромах. Возможно, если вам нужна именно на развод, на разрост, просто сам вид растения спрашивайте. Потому что, может быть, несколько веточек навсегда найдется. А может быть, есть возможность под заказ привезти, добыть, разрастить. В общем, всегда идите на контакт. Это всегда стоит того. И вот такой вот небольшой закатик у нас появился. Заказ совсем небольшой. Потому что у нас минимальная сумма для отправки от 500 рублей. В принципе, наверное, конечно, повысим ее в ближайшем будущем. Но пока что это так. Так что, если хотите заказать на пробу или просто ради любопытства, ради интереса или кому-то просто не нужно много растений, кто-то хочет пополнить каким-то интересным видом свою коллекцию и много растений не нужно, то имейте в виду, что у нас сумма минимального заказа совсем небольшая. Пока что. Все запаковываем в зип-пакетики. Подписываем и отправляем. Это еще один наш заказик на сегодня. Вот здесь у нас Сагитарио Пусилис, Филиппинский Папоротник, Анубиас Конгенсис. Очень красивый Анубиас с такими вот цитовидными листиками. Классно и эффектно смотрится. Два вида мха. Я их уже запаковала, а потом вспомнила, что я же видео снимаю. Феникс и Стринг. Немножко Элодеи. Буцефаландра зеленая широколистная. И веточку Людвиги Рубин бонусом. И еще один заказик собран. Он уже побольше. Буцефаландра вельвет. Все те же всеми любимые красненькие альтернатерки. Кардиналис. Альтернатера минимум. Эхинодорус. Эхинодорус малый медведь. Кстати, вот буквально недавно я снимала видео. О том, что он пришел в сушечке. И смотрите, насколько быстро он уже выпустил два водных листика. То есть эти листья уже в водной форме. Уже красненькие, уже хорошенькие. То есть эхинодорусы из надводной формы переходят вообще молниеносно. Сейчас тоже запахую. И надо уже скоро бежать отправлять. Оно без нано. Точно, смотрите, какой хорошенький. Желефт. Оно. Оно без внешних есть нано. Ну, я подумаю, что я делал высоко. А Ваня пока меняет водичку у малючков, у всяких тут губёшек в контейнерах, которые во всей вот этой рыбной подростковой стоечке. Вот и закончился очередной рабочий день, так быстро летит время, хочется вроде сделать и то, и другое, и третье, и вам что-то снять, показать, рассказать, но ничего не успеваешь. Вроде рядовые дела, и даже кажется, ну, вроде рыбку кормили, воду меняли, растения показывали, ну, что ещё? Тем не менее, из этих всех мелочей складывается всё-всё, что мы имеем здесь, в данной студии. Ну, собственно говоря, кому я это рассказываю, думаю, каждый аквариумист, у которого есть один или два аквариума, он прекрасно знает, сколько времени и заботы уделяется каждому из них, когда их много, это вообще занимает практически всё, всё свободное время. Вот, поэтому на сегодня мы заканчиваем наш выпуск. Друзья, подайте идеи, может быть, вам что-то интересно, о чём вам рассказать, что вам показать, на чём соакцентрировать внимание, чтобы вам было это интересно, полезно, познавательно, и, конечно, мы хотим приносить пользу людям. Ну, и, конечно, я вас всех приглашаю подписаться на все наши ресурсы, на группу ВКонтакте, где вы можете посмотреть текущий ассортимент растений, на наш чат в Телеграме, где вы можете пообщаться в формате живого общения с живыми аквариумистами, задать наболевшие какие-то вопросы, можете, наоборот, поделиться своими знаниями, если у вас есть какой-то полезный, хороший опыт, и вам есть о чём рассказать, приходите, все с радостью вас послушают и внемлют вашим советом. Ну, и, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал, нам будет это очень приятно, и будет стимулировать продолжать снимать видео для вас. Желаю всем красивых-красивых аквариумов, хорошего настроения, весеннего, наконец-то пришла весна, всего самого замечательного, до новых встреч и пока-пока!